Константин Танч Боровой Константин Танч Боровой Мы всегда совпадали на 100% в наших оценках, позициях. Насколько моя позиция изменяет ситуацию? Ну, не сильно, если честно. Это Валерия Ильинична была некоторым таким нравственным камертоном. Ее многие в оппозиции, ладно, в обществе, в оппозиции не понимали, не принимали, считали радикалом. Но поскольку она всегда оказывалась права, связываться с ней боялись, критиковать ее боялись, а она была всегда права. Дело в том, что вот эта принципиальность, эта нравственная позиция, она всегда доминирует, всегда должна доминировать. И она является ориентированной для понимания ситуации, для оценки ситуации. Понимаете, очень многие сегодня политики, оппозиции пытаются быть немножечко империалистами. Ну вот в России, на самом деле, и в Украине немножечко изоляционистами. Вот и много критики было по отношению к Валерии Ильиничне, даже за ее позиции по Украине, по поводу Порошенко, по поводу вот этого конфликта Саакашвили и Порошенко. Валерия Ильинична совершенно однозначно встала на сторону реформатора Саакашвили, и когда его не допускали до экспертизы, до его мнения оспаривали, вот Валерия Ильинична всегда его поддерживала. Алексей Ильинич, Валерия Ильинична создается такое впечатление, вот она была готова идти до конца, в отличие от многих оппозиционеров. Почему многие оппозиционеры на Западе тщедушные по сравнению с Валерией Ильиничной, тем не менее пользуются уважение у западного политического эстеблишмента, а Валерия Ильинична, она, несмотря на то, что у нее были контакты на Западе, но все равно она была чужой среди своей. Позиция компромисса, она очень опасна. Многие следуют этим принципам в российской, особенно вот в левой либеральной среде, им удается сотрудничать одновременно с Кремлем, с левой социалистической партией в Соединенных Штатах, с левой концепцией в Соединенных Штатах вообще, и быть одновременно оппозиционерами. Понимаете, ну так не бывает, если мы сейчас вспомним какие-то высказывания Михаила Борисовича Ходорковского, которую я очень уважаю, Гарри Кимча-Каспарова, Евгения Альбац, Пархоменко, ну многих. Но они покажутся странными сегодня, понимаете. Там так много компромиссов, которые сегодня воспринимались бы как предательство просто оппозиционного движения. Вот, скажем, националисты в оппозиции или коммунисты в оппозиции. У нас была однозначная позиция с Валерией Леничной. Нет, никогда. И с нами не то, что спорили. Нас обвиняли в продажности, в том, что мы умышленно разрушаем оппозицию. Разрушали оппозицию как раз те, кто привлекал коммунистов и вообще левые силы, и националистов, и популистов в оппозицию. Они все предали, все. Вот, но сегодня об этом, ну, многие, кто настаивал на такой оппозиции, вспоминать не любят. Вот, Сергей Анатольевич, знаю, что тема Навального для вас практически табуирована. Нет, 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 Сергей. Она не табуирована. Только я Михаил. Да, она не табуирована. Просто я не хочу его раскручивать. Это тема ФСБ. Это тема, которую раскручивают все пропагандистские средства массовой информации. Вот, мы не такие, это канал не пропагандистский, поэтому я приведу в пример другого человека. Михаил. Максим Кац. Вот Максим Кац, он постоянно призывает к компромиссу, говорит о том, что он общается с представителями российской власти, говорит о том, что необходимо договариваться, необходимо искать со всеми понимание. Да, вот позиция Максима Каца пользуется популярностью, на его канал подписано больше миллиона человек. Прямо скажем, такой аудитории Валерии Ильиничной не было. По сравнению с аудиторией Кац, эта аудитория Валерии Ильиничной была достаточно маргинальной, небольшой. Так что же это получается, что идеалисты, как Валерия Ильинична, они менее ценятся, чем сторонники компромиссы к Кац? Ну, я сейчас буду говорить не о Каце, а вообще о проекте, который продвигается, скажем, искусственным образом, большими деньгами. Ну вот, 127 миллионов просмотров ролика по поводу Дворца Путина. Там больше, около 200. Уже 200. Ну, поздравляю. А у ведущих мировых звезд, там, ну, 20 миллионов по каждому ролику. Ну, 27 миллионов, понимаете? А тут на русском языке политика. Это искусственный процесс. Это раскрутка. Причем это, поскольку это является элементом пропагандистской кампании, это раскрутка в интересах пропагандистской кампании. Сегодня на пропаганду Кремль расходует, мы это подсчитывали, больше 100 миллиардов долларов в год. 100 миллиардов, понимаете? И в этих условиях раскрутка каких-то политиков, каких-то мнений, каких-то позиций. Особенно позиции, ну, компромисса. Ну, как вам не стыдно, Михаил, называть нашего любимого президента Путина всякими оскорбительными именами? Да вы что? Это же противоречит идее политического компромисса, понимаете? И очень странно, что вас это удивляет, потому что компромисс поддерживается Кремлем и финансируется Кремлем. И любой компромисс в сегодняшних условиях – это противостояние на уизолированность России. Россия в изоляции, Путин находится в изоляции, с ним никто не хочет говорить. И появляются политики, которые говорят о необходимости компромисса, необходимо договариваться, необходимо уступить Путину часть территории Украины. Ну, неужели вы против, Михаил? Путин тогда остановит войну, тогда остановится смертью людей. Вы меня с Симринским путаете. Нет, я просто вы задали вопрос о ценности компромиссов и о том, что принципиальная позиция – это позиция маргинальная. Это не маргинальная позиция, это позиция именно принципиальная. Хорошо, Константинович, вы говорите, что фильм «Геленджике» посмотрело столько человек, и это говорит о сознательной раскрутке этого фильма «Кремлем». Правильно я понял вашу позицию? Нет, неправильно вы поняли. Это говорит о сознательной раскрутке. Это говорит о том, что, скажем, с 10 утра до 10 вечера ролик этот просмотрело там 3 человека, а с 10 вечера до 10 утра в ночное время просмотрело 10 миллионов человек. Понимаете? Или миллион человек, это неважно. Это же ведь, ну, законы природы. Ну, хорошо, Константинович, например, Марк Захарович Фегин. Вы, кстати, ему, по-моему, давали интервью тоже неонократно. Его ролики с Арисовичем набирают там по полтора миллиона человек, по полтора миллиона просмотров. В лучшее время, так сказать, было и по два миллиона просмотров. Это говорит только о том, что Марк Захарович – успешный блогер, который нашел успешного партнера по тандему. Это же не говорит о том, что его как-то раскручивают. Конечно, вы абсолютно правы. Это интересные ролики, но даже эти интересные ролики не 127 миллионов, понимаете? Это очень интересные ролики, это очень важная информация. Вне зависимости от того, поддерживают люди политически, Фегина или Арисовича, или не поддерживают. Это важная, нужная информация, поэтому там так много просмотров. Но, повторюсь, не 127 миллионов. Хорошо, Константинович. Получается так, что не всегда моральные камертоны, они одновременно могут быть популярны среди масс. Так что тут важнее – оставаться моральным камертоном, либо все-таки снискать огромную аудиторию, как условно Фегина, либо еще у кого-то. То есть мы говорим действительно не о морализаторстве, а о реальной политике. Извините за резкость вопроса, но это, наверное, тот вопрос, ответ на который хотел бы знать практически каждый зритель. Я не думаю, что Марк претендует на некоторые моральные установки. Он занимается журналистикой. Он раскручивает очень агрессивно, раскручивает информационный канал. И люди, которые у него выступают, у них разные мнения, иногда противоположные. Он хватает и начинает беседу с теми, кто интересен аудиторию. И я не помню, чтобы он кого-то корректировал. Даже меня он не очень сильно корректировал, как бы поправлял или направлял. Хотя я позволял довольно резкие высказания даже по отношению к самому Марку. Вот. Другая специальность – это журналистика. Понимаете, Валерия Ильинична, возвращаясь к теме нашей беседы, Валерия Ильинична была политиком, была журналистом, была публицистом, была литературным критиком. И она разделяла эти свои ипостаси. Понимаете, как журналист она допускала иное мнение и выслушивала его или пыталась разобраться в позиции человека. Как политик она была совершенно нетерпима к тем, кто ищет компромисс с убийцами. Вот. У нас в 96-м, в 95-м году я приобрел радиостанцию. Она называлась «Бомеранг». Это была музыкальная радиостанция, которая умирала. И я ее купил, пригласил 10 журналистов, 10. Каждому выделил один день. И журналисты должны были обеспечить в течение этого дня 4 часа прямого эфира, 4 часа записи и потом повтор был всего этого, так сказать, всей передачи или частями. Валерия Ильинична тоже принимала. Она выступала как журналист. К ней приходили люди с самыми разными мнениями. Но это была Чеченская война. Первая Чеченская война, варварская, дикая, с преступлениями, которые сегодня нас поражают в Украине, но они были сначала совершены в Чеченской республике, в селе Самашкин, пьяная солдатня, насиловала, убивала. И я это наблюдал. Она была то журналистом, то политиком. Разные ипостаси. Василий Ильинична, еще в 90-е годы были достаточно стоятельным, богатым даже человеком. Вы сами себя сделали крупным предпринимателем. Возникала ли у вас в тот момент мысль, но в той России новодворская неизбираемая политика? Ну так просто взять, простите за цинизм, но мы здесь свои люди. Мы с Валерией Ильиничной начали пытаться избираться только в конце 90-х годов. До этого она этого не хотела. Вот. Я просто договорюсь с вашего разрешения. Просто взять, купить место в избирательном списке, чтобы Валерия Ильинична могла попасть в Думу. Но, по-моему, это не секрет Палишнеля, а места в Госдуме даже в 90-е годы не покупались и продавались. И округа в том числе. Вы не думали о таком развитии событий? Места в Государственной Думе покупались и продавались по партии Жиеновского, ЛДПР. Многие мои знакомые, хорошие знакомые предприниматели покупали не очень дорого, там 2-3 миллиона долларов. Можно было купить в КПРФ. И тоже несколько знакомых предпринимателей покупали. Чуть дешевле в КПРФ. Вот. Вы действительно представляете себе, что Валерия Ильинична могла бы согласиться на такое, на работу в Государственной Думе в составе фракции ЛДПР или КПРФ, или даже партии власти. Но это нереально. Это смешно, насколько это нереально. Ну, Константин Антонович, но с другой стороны, были же на мандатных округах, были, простите, участково-избирательные комиссии. Я думаю, что если при большом вложении в ту же самую агитацию и в членов избирательной комиссии, так или иначе, в такой политике, как Новодворская, она могла попасть в Государственную Думу. Ну, мы знаем, как работает эта механика. Почему вот в тот момент на нее не поставили? Я не говорю вы, но в целом на такого человека, как Новодворская, не поставили. Как вы считаете? Я вам напоминаю, что в самые демократические времена, в 95-м году, против Валерии Ильиничны был начат процесс, очень крупный процесс. Генеральная прокуратура, Новодворская обвиняли в национализме, в ненависти к русскому народу. Ну, много абсурдных обвинений, и это делала власть в том числе. Окружение Ельцина, понимаете, Новодворскую воспринимали как конкурента. Вообще меня, партию экономической свободы тогда, демократический союз. Вот эта последовательная демократическая позиция, антиимперская, антиизоляционистская, она воспринималась как очень серьезная конкурентная заявка против партии власти, против власти вообще. Напомню, по-моему, я вам это рассказывал, 19 августа 1991 года был ГК ЧП. 20-го мы их фактически победили, когда принесли флаг через центр Москвы и начали закупать оружие. 21-го они уже летели к Горбачеву извиняться. А 25-го мы проводили митинг перед Белым домом с требованием люстрации, запрета КГБ, запрета КПСС, проведение открытой экономики, реализация схем открытой экономики, допуск, ну такие предпринимательские установки, допуск западных компаний. Возражения были очень серьезные, очень сильные. Мне возражал вице-президент Рудской. Говорил, что Боровой представляет компрадорскую буржуазию, продажную буржуазию, ту буржуазию, которая хочет превратить Россию в энергетическую и сырьевую колонию Запада. А я ему объяснял, ну в том числе ему, на самом деле очень многим, что превращение в колонию энергетическую и сырьевую Запада будет как раз в том случае, если мы не будем допускать, если мы попробуем изолироваться. Вот. Так что это серьезная конкуренция. И в этой конкуренции оппонентами Новодворской меня были не только там злобные там националисты из русского марша, там РНЕ, партия фашистов или ЛДПР. Тогда вначале партия фашистов, без всяких преувеличений. Они и со свастиками иногда появлялись. ЛДПР, ЛДПСС тогда, Советского Союза. Вот. Но и представители власти. Понимаете, в Чехословакии президентом был избран Вацлав Гавил. Человек почти точная копия Новодворской. Литературный критик, диссидент, правозащитник, прекрасный публицист. Но это все слова о Новодворской в том числе. Константинович, я очень много смотрел в свое время эфиров Валерия Ильинична. И меня постоянно поражало, как Валерия Ильинична умудрялась с теплотой отзываться о Анатолии Чубайсе. Ладно бы о Гайдаре. Но Гайдар, он был около власти, но тем не менее не ходил в власть. Но Чубайс, он постоянно, все путинские 20 лет правления, он был чиновником при Путине. Как Валерия Ильинична могла сохранять какое-то уважение, какие-то чувства Чубайсу человеческие? Валерия Ильинична говорила немного о другом Чубайсе. Не о том Чубайсе, который сотрудничал с Путиным, который говорил о том, что российская армия возрождается в Чечне во время войны, второй Чеченской войны. Валерия Ильинична говорила о том Чубайсе, который был в команде Гайдара. О том Чубайсе, который настаивал и участвовал в проведении приватизации, создания частной собственности в России. У него есть эти заслуги, и отрицать их было бы неправильно. Должен вам сказать, что сам Егор Тимурович Гайдар в общем сотрудничал с этим режимом кремлевским, помогал, создавал некоторые концепции, экономические экспертизы, одновременно писал книгу «Конец империи», который в общем предсказал по существу крах Путина и этого режима. Многие сегодня, так называемые системные либералы, члены команды Гайдара, они продолжают работать в правительстве с Кремлем. Они пытаются… Это компромиссы. Они пытаются ослабить воздействие вот этого авторитарного режима на Россию. Они пытаются сохранить Россию. Это не моя позиция, как вы знаете. Я считаю, что Россия должна быть дезинтегрирована. Если не спонтанно, не само собой, то уж во всяком случае силовым путем. Вот. Но это та же история с компромиссом. Они пытаются найти компромисс даже с преступниками. Знаете, есть такая в Израиле формула, что Израиль никогда не проводит переговоры с террористами. Но вы же понимаете, что это неправда. Надеюсь, понимаете. Проводят переговоры. И если речь идет о спасении людей, граждан Израиля, эти переговоры ведутся и заключаются соглашения… Но есть пример, где шли там. Да. Значит, я понимаю этих людей. Я понимаю Гайдара. Я понимаю Анатолия Борисовича Чубайса. Но вот даже его поступок последний, отказ от сотрудничества без всякой позы, без всякой демонстрации, он просто встал и уехал. Вот это поступок. Я его одобрю. Алексей Анатольевич, возвращаясь к 90-м годам, вы говорите, что Валерий Леонидович наговорил про другого Чубайса. Но, простите, но приватизация 93-95 годов – это же было мошенничество чистой воды, то, что касалось вот этих вот ваучеров и так далее, когда люди просто отдельные дельцы скупали ваучеры у простых людей, и просто людям ничего не доставалось. А залог эвакуационный 95-го года – это вообще был просто верх цинизма, и везде отметился Чубайс. Так за что Валерий Леонидович вообще ценил Чубайс, если он как раз был автором экономического базиса нынешней путьевской системы? А вы повторяете пропагандистские установки, довольно известные, широко распространенные. Автор приватизации, схема приватизации был Верховный Совет РСФСР, и комитеты рассматривали Чубайс был, я бы сказал, пиар-менеджером этого проекта или пресс-секретарем. Законы, на основании которых проводилась приватизация, создавал отнюдь не Чубайс. Он не имел такой возможности принимать закон. Если бы реализовывалась в чистом виде приватизация, которую считал бы правильным, Егор Тимучий Гайдар, Анатолий Борисович Чубайс, никаких бы ваучеров не было. Ваучеры – это придумка популистов, коммунистов. Предполагать, что каждый гражданин станет владельцем предприятий крупных, это смешно. Владельцем предприятий должен быть предприниматель, и в этом случае разрешается самое главное – противоречие. В свое время Святослав Федоров, если вы помните, был такой глазной хирург. Он был, кстати, сопредседателем партии экономической свободы некоторое время, потом мы разошлись. Он создал такое предприятие, в котором люди принимали голосованием решение о том, что делать с прибылью. Ну и каждый раз, когда возникал этот вопрос, они принимали решение поделить эту прибыль, раздать, но бизнес должен был развиваться. И тогда Святослав Федоров принял решение, что 51% акций его вот этой клиники, его бизнеса будет принадлежать ему. И он объяснил это гражданам, они согласились. И тогда часть прибыли он стал отправлять на развитие предприятия. Хотя большинство считало, что никому ничего не нужно, там все может измениться в будущем, а деньги вот сейчас есть, надо их поделить быстренько, по-честному. Вот по-честному это не всегда умно. Ну это 93-й год, а залоговые аукционы 95-го года, конца 95-го года, ну там уж точно было решение о правительстве, там уж точно был фонд госимущества Российской Федерации, который выставлял на торги, вот эти вот, на залоговые аукционы, эти предприятия крупные государственные. Вы действительно считаете, что решение о проведении залоговых аукционов мог принимать Анатолий Борисович Байс? Решение не принимал, он же был автором? Нет. Ну как это автор? Это закон. Принимается закон по этому поводу. И реализация закона поручается разным ведомствам, в том числе и, скажем, вот этому приватизационному министерству, там условно говоря. Вот. Чего приказали, то он и делал. Вот. Вы почему-то на вас очень сильно влияют эти пропагандистские установки старые. Понимаете? Чубайс – символ приватизации, автор приватизации. Да его близко не подпускали к принятию решений. Понимаете? И по поводу ваучеров. Он защищал эти позиции? Вынужден был защищать, потому что руководил фондом имущества. Залоговые аукционы – это решение, фактически политическое решение о сохранении России как независимого государства, не превращения России в энергетическую колонию Запада. Анатолий Чубайс был достаточно умен для того, чтобы понимать, что именно залоговые аукционы, именно создание собственными руками олигархов российских превращает его в колонию. Потому что это неэффективные олигархи, это неполная конкуренция на рынке российском. Классический пример вот этой олигархической модели был Лужков в Москве, куда не допускалась никакая компания, которая работает с недвижимостью. Строительные компании Лужков не допускал. Считал, что пусть уж лучше бандиты будут на этом рынке. Бандитов было очень много среди приятелей окружения Лужкова. И он, как вы знаете, умер в Лондоне с 12 или 15 миллиардами долларов. В чем было принципиальное отличие между Валерий Ильиничной и Галиной Старватой, на наш взгляд? Галина Васильевна пыталась быть политиком компромиссом. Она оставалась в окружении Ельцина. Даже тогда, когда мы отказали Ельцину в поддержке из-за Первой Чеченской войны, она продолжала оставаться в ближнем окружении. И это очень волновало чекистов тогда. И когда встал вопрос о том, что Галина Васильевна может быть, может стать министром обороны, а это я обсуждал широко после Павла Грачева, который вообще дискредитировал эту позицию, так сказать, во власти. Эта идея казалась даже Ельцину привлекательной. Вот представить себе, что такого рода компромиссы, на такого рода компромиссы могла пойти Валерия Ильинична, я не могу. Константинович, последний вопрос, он касается уже Валерия Ильиничны и Украины. Валерия Ильинична, она с теплотой относилась к Украине, к и оранжевой революции, к революции достоинства. Все могут, кстати, в интернете найти ваши эфиры с Валерия Ильиничны. И, конечно, выступила против аннексии Крыма, оккупации в Луганске и Ленинской области. Вот вы, когда сейчас, например, слышите о том, что все россияне одинаковы, и все россияне виновны в агрессии Путина, в коллективной ответственности. Не обидно ли вам в какой-то степени, что все-таки, например, не вспоминаю той же Новодворской, которая, ну уж точно, все 20 лет выступала против Путина и ничего, ни копейки не получила от путинского диктаторского режима? Знаете как, я вот сейчас объясняю, в нескольких интервью мне пришлось отобъяснять, почему Валерия Ильинична 5 декабря 1969 года совершила свой подвиг, разбросала листовки. Какая была причина, какой интерес, почему она это сделала. Это была личная жертва. Никаких выгод от этого она не имела и не могла иметь. Речь шла о том, что она должна была погибнуть, как многие там диссиденты, правозащитники, те, кто выходили на Красную площадь в 68-м году во время Прашской весны, подавления Прашской весны. Ну, Лерочка была абсолютно бескорыстным человеком. Цель ее деятельности – это борьба за личную свободу. Понимаете, это, безусловно, борьба и за свободу России, граждан России. Но в первую очередь это цели личной свободы и личной жертвы. Никаких интересов коллективных на первом месте никогда не было. Она не могла позволить себе существовать, жить в условиях нет свободы. Поэтому это была борьба за личную свободу в первую очередь. Константинович, я вам очень благодарен за это интервью. Получилось, на мой взгляд, информативным, как все интервью с вами. Константинович Боровой, известный честный деятель, политика поднимает, был сегодня с нами. Пожалуйста, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Спасибо, Константинович. Спасибо. Спасибо.